Идем с мамой в магазин, это галерея Краковская. Нужно одному человеку подыскать курточку зимнюю. Он из нашего города, да, мам? Да. Пенсионер точно так же остался без дома. Все наши жители нашего города остались без жилья и без ничего. Он выезжал в конце лета, да, мам? Когда соседние дома попали бомбы, уже все разбито в городе, и оставалось только вот крайние улицы, и то с более-менее целыми домами, и то их стали и окончательные оставшиеся разбивать. Кидали авиабомбы постоянно. Можно вниз? Да. Очень трудолюбивый, разумный человек, который очень много помогает. Пенсионер, у которого никому никого нет, ему некому помочь. И вот я маме говорю, что у тебя есть я, а у него нет никого. Если там, я пока не могу себе зимнюю купить одежду, но я куплю позже. Но ему нужно обязательно, потому что он сейчас в Харькове, он сам снимает себе жилье, его пенсии хватает только, чтобы снять жилье, и у него остается несчастных 500 гривен. Мы ему немножко помогли материально, как могли, и вот сейчас идем курточку убирать. Ему надо все. Ему надо зимние сапоги, зимняя куртка, зимняя полность одежды, а у него нет ничего. Поэтому идем смотреть, ребята. Смотрим мужские кофты на флисе, вот такие вот, с капюшоном, видите, 89 злотых. Кто хочет присоединиться, помочь, мы отправим ему посылку, что-нибудь побольше положим в нее. Пайпэл указан. Подходим к каким-то курточкам, что-то такое непонятное, 199 злотых такая, какая-то не очень взрачная. Вот эта вот курточка более-менее ничего, да, 199 злотых, 2ХЛ, с манжетом, плотная очень, ребята. Как она называется, что я забыла? Термо. Термо. Это термо. Терра нова написано, не знаю, термо или не термо, вот тут даже на флисе капюшончик. Видно, что не термо. Вот такого плана, я думаю, ему бы подошла. Да, да. Сегодня мы присматриваемся, на днях будем покупать, чтобы знать, на что... К чему быть готовым, какой суммы. Так, ну, плотная, да? Это термо. Ну, вот эта термо ткань 100% верхняя, непромокаемая. Это не будет промокать, просто тут еще вот кулиски затягивается, неплохая. Точка, ну, она такая... Это такая плотная. Это просто синтепон, тоже неплохая она, но та вот именно непромокаемая, да, цвет какой-то такой... Утемный такой же. Черная. Да, на пуху. На пуху? Не на пуху, а как она? Ну, она как на пуху, да. Тут, наверное, на синтепоне. На синтепоне, да. Ну, толстый такой, 200 точно есть. Даже 250, наверное. Теплые кофты такие, ну, тут есть и черные. По 79,99 или 790 гривен. Очень хороший, теплый. 59,99 злотых стоит. Хороший. Вот тоже очень хорошая куртка, удлиненная, да, как полупальто. Оно, если к тебе приложить... Ну, я не знаю, он носил бы такое, он вообще курточки носил, насколько я знаю, всегда. Надо еще спросить у него, какого плана. Ну, вы видели, в чем он ходит? Ну, уточнить. Вот кофты, да, очень хорошие на флисе с капюшоном, утепленные. Вот такого плана надо ему еще и штаны, потому что там сейчас ни отопления не будет, ничего, будет сидеть мерзнуть, ни носков, ничего нет. Теплая кофта, вот такую ему надо сто процентов, глянь, у нее как вот это вот, как махровый халат. Вот это теплая, теплая. Он в такой точно не замерзнет. 99,99, 100 злотых или 1000 гривен. Ну, вот такая штука ему нужна. Ее можно и как осеннюю курточку носить, и в холодной квартире можно сидеть, и поддевать когда угодно. И она не маркая. Конечно. Дай бог, чтобы она долежала. Мы возьмем ему такую. Цвета разные, там и беленькая есть. Мы ему черную возьмем, да, вам? Да. Вот еще штаны на флисе, 79, и черные тут есть, кстати, тоже. Вот здесь разные цвета. Шарфы какие теплющие. Инна. Маме шапка нравится. А тебе же такие? Ну, у нее, мне нравится с бубоном нормальный, мы этот такой какой-то, как начать оторвал, и у зайца кусочек хвостыка. Шарфы шикарные. Мама говорит, ой, прелесть, женские. Да, да, да. 39 злотых всего. Супер. А шапочек? Шапки по 24,99 или 30 злотых. Все это в магазине Тера Нова, галерея Краковска. Отличный ассортимент мужской и женской одежды. Вышли с мамой из церкви, поставили, Владеньке, моему сыну свечку за Царство Небесное. И вот тут вот мы на площади Святого Духа. Посмотрите, какую красоту увидели, да, мам? Да, пахнет. Какие розы? Как пахнет. Они пахнут волшебно. Ой, так пахнет, как у нас дома. У них аромат, знаете, такой старинной розы. Красота невероятная. Это самая поздняя волна цветения, как раз перед заморозками. Каждый цветочек. Вот если бы я была пчелкой, я бы каждый цветочек постоянно опыляла. Посмотрите, какая красота. Невозможный аромат, непередаваемый. Да, и нам очень любят цветы, очень. Сколько роз было дома. 200 кустов роз у меня было на Харьковщине, недалеко от кордона, 3 километров. Можете посмотреть, да? Да, видео остались на канале. Все уничтожено, разрушено авиабомбами, ракетами. Ну, когда-нибудь, если у нас будет свой сад, снова и дом с мамой, обязательно снова насажу прекрасные розы. Да, надо быть сильным, триматься. Наша нация дуже сильна, добра. Мы никому зла не робили и не робим. Все будет добре. Люблю вас, мои золоті, мои украинцы дорогие. Рожители Украины, які ее кохают. І ще немножечко розочек є, але вони вже такі пожухлі, отцвєвші. І вот тут несколько таких оазисів з розами. Щас подойдем там, де вони цвєтут. Тоже красиві і нет, але пахнут не так. У каждой розочки свій аромат. Можеш понюхать. Ну, як? Слабий, да? Да, слабий там. Вот ще красота. Ммм, це тож приєтно пахнє, розочка. Ой, така красива, як у нас були. Ой, як пахнє. Як пахнє, як ми не хочемо. Утонченний. А вот які красиві. Красивий бокал. Красавиці. Вот. Какая красота. Вот і нуль. Ваще прелість. Смотри. Прелість. Ой, як пахнє. Пахнє. Продолжение следует... 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 сейчас посмотрим ребятки какой у нас арбузик так и отрезала новым методом это тебе отрезала порезала его новым методом нас так девочка на работе резала ирочка привет я знаю ты меня смотришь и мне очень понравилось упал он помытый этот мы сейчас это две не в общем хороший вам какой вкусный вкусный очень или так себе понятно она не нравится мама говорит не сладкий ну конечно она съела конфету сейчас я попробую ребята скажу вам да не сладкий не очень арбуз но ничего есть надо все равно витамины потому что это он говорит что он не вкусный потому что это он так вот буду готовить оладушки из того что есть у меня в холодильнике у меня йогурт фруктовый еще какой-то деликатесный сыр творог творог домашняя все в остатках мука понадобится нам яйцо сахар сахарный песок сахарный песок и соль щепотка соду я не добавляю потому что сода и так нам хватает во всех вот этих вот йогуртах и прочим видите какой-то у нас вкусненький фруктовенький но из-за того что он у меня уже стоял много дней я его не ем не я не мама сейчас все сыры все творожки посмешиваю а для выпечки то что надо будет сначала все жидковатые ингредиенты здесь вот щепотка соли добавила сахара сейчас положим на глаз чтобы сладенькая была у меня любит сладенькая я тоже и вилочка я сейчас все это перемешаю а потом буду добавлять творог перемешаю чтобы на соль и сахар перемешалась потом творог муку даже добавим тоже перемешаем тесто сделала вот такой вот густое специально потому что у меня там творожок и она у меня будет что-то между сырниками и между оладушками подровняю люблю экспериментировать с выпечкой добавлять разные ингредиенты разные вкусы пробовать посмотрим прилипнет или нет тетенька тетенька вы что замерзли тетенька тетенька вы что замерзли до чувствуется холодно на ухала тики тепло один капюшон это я проветриваю комнату и говорю маме оденься как раз халат пригодился короче как говорит нами всеми любимая бабца оладушки у меня получились йохманах смотрите какие это я сметана его намазала нет они конечно очень вкусные но они у меня поприлипали я их решила я их под крышкой жарила потом без крышки решила что без крышки лучше все-таки они так прилипают это первый раз у меня не так поприлипали не знаю в чем дело дронку зашли смотрите какие красивые как то есть и говорю мама это все приклеенные цветочки теперь мы уже знаем вот тут видно не трогай на клею и эти беленькие красивые конечно по 21 злотому то целый сад из кактуса видишь тут два маленьких один большой в каждом не забывайте ребята ставить ваши лайки писать добрые комментарии и подписываться на канал всем желаю всего самого доброго крепкого здоровья мира мира самое главное самое при самое главное дамам да конечно до скорой встречи и все пока пока мы бежит на автобус давай бабка жми жми бабка бегом-бегом-бегом-бегом-бегом успела жарю свои любимые грибочки шампиньоны пришла с работы не знаю почему но мяса не хочется мама тебе стоит отварная курица никто ее не ест приятного аппетита